Кабан 25 Кабан 25 Кабан 25 Кабан 25 Кабан 25 Кабан 25 в Моргорсуд. Тогда устанавливается, что этот контент, данный фильм, допустим, размещен незаконно, без моего согласия и полностью скопирован, то есть уже авторские права мои нарушены. В Моргорсуде происходит решение по блокировке данного контента. Роскомнадзор должен это заблокировать. В течение трех дней он обращается к, допустим, укозу, на котором вы сделали с сайта, уже укр, в свою очередь, должен сообщить вам, что в течение каких-то определенных дней, на обычно три дня, дается время, чтобы удалить данный контент, то есть данный материал с вашего сайта. Если это не происходит, то уже сам Роскомнадзор начинает проверку и удаляет ваш контент, благодаря или закрытию сайта полностью или только удаление каких-то определенных страниц, на котором находится данный контент. Но обычно это закрытие сайта или блокировка по IP-адресу. Вот. То есть, в принципе, это вот такая небольшая презентация, но я хотел познакомить вас с некоторыми сайтами, которые, скорее всего, никогда не закроют. Это Reaper.am.ru, это, во-первых. Тут обычно только телевизионные передачи, которые выходят в эфире. Вот. Также вебзал.tv, это сайт, на котором можно смотреть, этот, fili.mi. Дальше катушка.net, это уже Торнтрекер. Ну и известный, наверное, Таранти. Ну, допустим, тот же Росомаха Бессмертия, он вышел всем недавно, и вот, что нам предлагает данный контент. Ну, естественно, он предлагает, скорее всего, Триллер. Да, Триллер в HD-качестве. И уже ТС. ТС это КМИП, естественно, но иногда он скачивать не получится. Вот сейчас попробуем скачать 1-4 ГБ. Вот. Подождем. Мне просто интересно, скачается? Нет, скорее всего, вряд ли. Потому что они блокируют, и когда вы кликаете, то начинаете скачивать, у вас, скорее всего, загрузка не пойдет. Но сейчас попробуем что-нибудь сделать. Скачать торрент. Если получится, то мы попробуем загрузить. Получится? Нет. Идет соединение. Нет. Это другой совсем файл, поэтому нет. И вот тут, как вы видите, право обладает, польза писать современно в такой-то падрессу. То есть, если нарушены права. То есть, закон уже в стопилсину, и что точно пока будет, это еще неизвестно, но думаю, что к концу декабря уже точно можно будет сказать, что в итоге делается на данных сайтах, и как происходит. Пока это относится только к видеохостингу, к видеоматериалам. Это, конечно, пока хорошо. Может быть, пока и плохо. Но к осени обещают, как уже я узнал, обещают сделать и для скачки музыки, и для скачки обычных электронных книг. Вот. Здесь можно прямо открыть. Давайте попробуем. Это CamRip. Так и написано. 2013 год. Сейчас должен открыться торрент. И поставить на закачку. Вот фильм, как вы видите. Сейчас попробуем загрузить его. Поиск ПРО, подключение к вам. Я не удивлюсь, и сейчас начнет скачивать. Но пока не скачивается. Может, потому что еще не подключился. Но обычно такие фильмы в CamRip скачиваются в легкую. Но это допринять закон. Сейчас неизвестно, что будет. Но не скачивается. Скорее всего, вряд ли уже скачается. Вот. Но вот те сайты, которые я вам показал. Teper, WebZall, Tfile, Mi, Katushka, Net и Tarantino. Их много сайтов. Но вот эти самые основные. Их сомневаюсь, что когда-нибудь закроют. Потому что они на хорошей популярности, на хорошем рейтинге. Поэтому их закрывать нет смысла. А вот как раз мелкие рыбешки с них и начнут, я считаю. Вот. Заходите на мой канал на YouTube. Сейчас у меня 917 подписчиков просмотров. Написано 324, но это не видите. Где-то 340 уже. Вот. Скайп новый. В Windows 8 вернулся. Посмотрите. Очень популярно. Советую посмотреть. Надеюсь, этот ролик наберет. Ну, хотя бы за неделю. Как, допустим, вот эти два ролика. По 330 или 613 просмотров. Но это была очень популярная версия. Сейчас уже вряд ли. Ну вот. Нет. Не скачивается. Скорее всего, не скачается. Поэтому все-таки получается, что что-то выходит в итоге. Так что пользуйтесь контентом только официальным. Иначе будут проблемы и у вас, и у правообладателя. На этом мой видеокурс подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Нечков. Ну и напоследок видеоролик. Смотрим. Поехали дальше. Поехали дальше. Молодец. Вот это какая машина? Попер. Молодец. Поехали дальше. Вот это какая машина? Лену машина. молодец вот это какая машина молодец вот это какая машина молодец вот это какая машина мазда молодец поехали дальше вот это какая машина говори вот это какая машина молодец вот это какая машина молодец дальше вот это а вот это а вот это непонятно вот это какая вот это какая вот это какая машина молодец вот это какая